Девушки отдыхают. 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 Ты сердишься. Привет, Александр Николаевич. Здравствуйте, Владимир Ветрович. Как самочувствие? Не жалуюсь. Одну минуточку. Михаил Иванович, я вам перезвоню минут через десять-пятнадцать. Устал, конечно. В отпуск хочу. Хоть на недельку. Представляю, сейчас на пляже в Пицунде. Владимир Петрович, что у вас вышло с Носовым? А уже доложил? И говорить о нем не хочу. Доложил. И я вам скажу, Владимир Петрович, доложил убедительно. Тут не только о вас. Носов приводит факты и о директоре судового ресторана, и о Стармехе. Наталья Михайловна, я не принимаю. Хорошо. Один экземпляр нам, другой в прокуратуру. Носов только что уехал. Вы на машине? Да. Ну, что ж. Ну, что ж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Слушай, ты, Носов, ведь ты же знаешь, что с тобой будет, если я за тебя возьмусь всерьез. Послушай, на что ты рассчитываешь? Ведь все твои обвинения голословны. Ты же ничего не сможешь доказать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прибереги свои аргументы для прокурора. А ламуры? Ну, вот ты ему еще и про ламуры расскажи. Понял? Вот так. Конец связи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло. Да. Здравствуй, Петр Петрович. Да мы уж знаем, позвонили. Гриша даже слег, понервничал. А очень нужно, а то он задремал. Ну, хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гриша? Гриша, тебя к телефону. Гриша. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Как это все неприятно. Ну что ж, спасибо. Пожалуйста. А как вы думаете, Петр Петрович, где может быть сейчас капитан? Ну, вероятно, дома. А впрочем, я не знаю. Да, это я. Здрасте, Клавдия Капитонна. Одну минуточку. Леночка, возьми трубку. Вот, видите, затея или ремонт. Как говорится, нет худа без добра. Так, значит, вы ничего не знаете о капитане? Петр Петрович. Ну, хорошо. 25-го вечером я говорил с Владимиром Петровичем по телефону. Он советовал навестить Григория Ивановича. Это наш стар мех, который слег, когда узнал о доносе. Кстати, капитан тоже жаловался на здоровье. Он так и сказал. Вот отлежусь несколько деньков. Вместе воевать будем. В какое время это было? Вечером. Сразу после программы время. Где-то без 20-ти 10. Ну, спасибо, Петр Петрович. А что же вы сразу-то не сказали об этом? А вы и не спрашивали. Извините, не то. Это кольцо найдено в машине Носова. Ну, и характеристики на товарища написали. Прямо хоть сейчас в министры. Как же в министры? Игорь Васильевич, я так думаю, если факты подтвердятся, их и в каботаж не возьмут. Давайте по делу. Вот этот зонт был найден на месте происшествия. А это промышленный образец. Теперь у Натальи Николаевны Носовой. Она вернулась в Ленинград вчера, как только узнала о смерти мужа. Сегодня утром это мне сказали соседи. Она отправилась на дачу, чтобы собрать кое-какие вещи, чтобы снова уехать больной матери. Я оставил соседям наш телефон и попросил, чтобы она позвонила завтра утром. Стармех, в тот же день поступил с приступом стенокардии в больнице имени Чудновского. По сей день там. Да, Корнилов. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Когда отправлено, посмотрите на штемпель. Понятно. Если вы не возражаете, мы сами заедем к вам. Через час? Хорошо. Всего доброго. Она получила анонимку. Письмо отправлено 25-го в день смерти Носова. Ну, что там у вас дальше? Вот с капитаном загвоздка. В пароходстве сказали, что он на больничном, сердце прихватило, а дома его нет. Жена уехала на юг еще раньше. Соседи спрашивали? Спрашивали. Один видел, как капитан садился в машину с удочками. Но знаете, выпивох. Какой день, какой час не помнит. с удочками говоришь? Нет. Это не мое кольцо. Ну что ж. А может быть, Юрий Максимович привез вам его в подарок? Это исключено. Мы собирались покупать новую машину. нет. Коля, позови понятых. Добрый день. Меня зовут Игорь Васильевич. Мне нужно поговорить с вами. Что ж. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Егоров. Егор Алексеевич. Проходите. Садитесь сюда. На бревна. Хорошо у вас тут. Тихо. И дышится легко. И думается. А что, собственно, вас привело сюда? Я из милиции. 25 июня погиб Моссов. Ваш сосед. Знаю. Вы были с ним знакомы? Да. Соседи всегда немного да знакомы. В ту ночь, когда произошло это несчастье, кто-то взломал дачу Носовых. Вы не слышали? Дайте вспомнить. Юрий Максимович приезжал на дачу на воскресенье. Это было 24 число. А вот 25 ночью я слышал в 2 часа ночи мимо нашего дома проехала машина Жигулень. Я поначалу подумал, что это наш сосед Петя Жариков. У него тоже Жигулень. Но машина прошла мимо его дома. Мимо дома Носовых и остановилась за поселком в Сосняке. Наталья Николаевна, значит, вы говорите, что когда вы вошли в эту комнату, то увидели крайний беспорядок. Так? Да. Здесь все было перевернуто. Стол опрокинут. Ящики были взломаны, вывернуты. Бумаги валялись на полу. Скажите, а что курил ваш муж? Трубку. Я уберу. Ни в коем случае. Может быть, я слишком субъективен, но Юрий Максимович меня раздражал. Он что-то все суетился, добивался, хотел камин, хотел денег. Я ему даже, знаете, однажды процитировал Эпикура. Ежели ты хочешь сделать Пифокла богатым, нужно не прибавлять ему денег, а нужно убавлять его желания. Прекрасная мысль. Да. Вот жизнь. Кажется, еще недавно заходил ко мне, печатал на машинке что-то срочное. Когда это было? Когда? Игорь Васильевич, а ведь сигареты те же, Мальборо, что и на даче нашли. А ведь у капитана тоже Жигули. Ваня, посмотри пишучую машинку рядом тут. у соседа Носова Егорова. За день до смерти Носов что-то печатал на этой машинке. Алло? Алло? Что-что? Вера, а ты откуда звонишь, красавица? Я звоню от мамы Нины Васильевны. Позовите Женю. Хорошо. Сейчас посмотрю. Женя! Алло, алло! Да, нету дома. И когда будет не говорил. Да. Да появлялся. Вообще-то он какой-то потерянный нынче. Да. Да еще эта беда свалилась. Как какая? Ты что, не знаешь про Юру Носова? Разбился третьего дня. Да как разбился? Обыкновенно нас. Вот я и говорю. Из пароходства звонили? Жени дома не было. Алло. Алло! Вера! Вера! Стояние такое, пропадает. Какая? Какая? Ага. Удобно. Где он? Нет, нет. Я не вышел. Ваши. Кхе-кхе. 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 Здравствуйте. Чем могу быть вам полезен? Скажите, пожалуйста, вы своих посетителей могли бы узнать? Если вы имеете в виду вот этих, то нет. Но постоянно клиентов, конечно. Ну, вот такого вы не запомнили? Посмотрите, пожалуйста. Конечно, знаю. Это Владимир Петрович. Он часто у нас бывает. А вы, случайно, не знаете, куда он обычно ездит? На рыбалку. На рыбалку? Вспомнил. На озеро глубокое. Да что? Ну, куда-то, 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 куда-то. Подождите, откуда это у вас? Это не мое. Постойте, постойте. Да не знаю. Пускай выяснит, у кого остановился Владимир Петрович Бельбасов. Белые Жигули. Так, наблюдение не снимать. До моего приезда. Кто пойдет? Макеев пойдет, Игорь Васильевич. Это Рыженьки, что ли? Да, Рыженьки. Разрешите? А если Бельбасов будет уезжать, задерживать? Нет, продолжайте наблюдение. Так что, машину давать? Так ведь плохо с транспортом. Поддержи нашу просьбу у генерала. А то ведь кур им наспех. Позавчера на операцию выехали. Газик посреди улицы встал, на ней с места. Одна мигалка работает. Поддержишь? Поддержу, поддержу. Только ты сегодня Макееву лучшую машину дай. Есть. Ну, договорились. Результаты комплексной экспертизы. Игорь Васильевич, дать категорическое заключение о причинах катастрофы пока невозможно. Но группа крови на камне не совпадает с группой крови Носова. КОНЕЦ А вы разрешение на допрос имеете? Пять на бюллетене. Закон позволяет? Позволяет. Пришло письмо с угрозой расправиться со старкомом Носовым. Анонимное. Он сам его написал. Слушайте. Если вы собираетесь по-настоящему разобраться в этой галматье, в этом его доносе. Разбираться будет прокуратура. А нас интересует, что делали вы 25 июня до двух часов ночи. Я на этот вопрос отвечать не намерю. Придется. Владимир Петрович, 25 июня Носов погиб. Как это произошло? Автомобильная катастрофа. И именно 25 июня. А как вы к нему относились? Сложно. Мне, Владимир Петрович, как вам уже известно, предложили в пароходстве должность капитана. Подпишите характеристику. Нет. Я не стал бы вас торопить. Но через 4 часа мы пребываем домой. А мне в понедельник надо дать определенный ответ. Владимир Петрович, подпишите. Юра, ты знаешь, я редко прошу, но сейчас я тебе говорю. Подожди. Подожди год-полтора. Твой характер не позволяет тебе оглянуться на себя. Тебе еще рано быть капитаном. Ты груб с командой, ты не умеешь вести себя с женщинами. Одного знания судовождения мало. Надо еще быть порядочным человеком. Любой другой на твоем месте давно бы уже вылетел отсюда к чертовой матери. Не жаль тех 15 лет, которые мы тебе отдали. Ты вспомни, как ты еще курсантом приходил в наш дом. Мальчишка, добрый, ласковый. Не мог же ты уже тогда сознательно пользоваться тем, что мы с Ниной одиноки. Вспомни, как ты пришел на судно. Год за годом продвигался по служебной лестнице. Кто тебе в этом помогал? Но последнее время да я не хотел до срока делать истия с Тарпома. Но в пароходстве сказали, как же так, он ваш ученик, вы его хотели представить к ордену. Я хочу, чтобы ты меня понял. так подпишите характеристику. Да или нет? Подпишу. только объективную, а не эту твою. жаль, что вы не хотите расстаться по-хорошему. Ну что, Думал, дел-то знает. Вот так, потолкни под лица в начале карьеры. Он сам пойдет. не остановишь. Какие отношения у Носова были с другими членами экипажа? Разные. А точнее? А точнее, плохие. У кого из членов экипажа есть автомашины? У меня. у Юры была. У механика. Ну, штурмана одного. Жигули. У кого? У Шарымова. А как у него со старповым? Никак. Тут лично. Дело в том, что Шарымов Шарымов несколько дней назад узнал, что жена его изменяет. С Носовым. Черт его, подери. КОНЕЦ 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 Где ты была? Я жду. Ты уже давно обманывала меня. А я любил тебя. С кем? С этим подонком! Ну что? Что смотришь? Это твои письма. Я нашел их у него. На даче. Вера. Верочка. Ну прости меня. Ну зачем все это? Ну его же все равно нет! Ну хочешь уедем отсюда? А? Эти письма. Эти письма. Сожжем чертовой матери. Ну я прошу тебя. Я умадаю. И я ухожу тебя. Верочка. Верочка. Та. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Моя машина стояла сразу за машиной вот этой гражданки А вот этот товарищ работал огнетушителем Да успокойтесь вы, это у меня Жигули Только я подъехал, когда этот товарищ уже был там Правильно она говорит Был там еще один мужик на Жигулях Был Да товарищи, ну это у меня Жигули, у меня Ну тогда я не знаю Товарищ Коноплев, объясните, что там? Да не должно быть Я всех записал Всех? Не все ж такие дураки, как мы Сидеть здесь Правильно он говорит Понятно Нет, подождите Как же так? Что было на заднем стекле вашей машины? А на заднем стекле моей машины ничего не было А на заднем стекле той машины была красная ладонь Верно, была красная лапа Стиляги ее у себя ставят Он, значит, едет Белые Жигули Была А номер этой машины помните? Ну Нет Никто не помнит? Конечно Приметы машины, водителя Игорь Васильевич Да Корнилов Ну что, Коля, начнем о пистолете Давай Пистолет лежит на полу На левой стороне Ствол обращен к входной двери Расстояние От рукоятки пистолета До нижнего края окна Помоги, Коля 235 Здравия желаю, дядя Шоковник От рукоятки до ножки кровати 124 Вот, товарищ полковник, посмотрите Из этой самой штуки он и стрелял Небось, еще папа с войны привез Так, Коля, записывай От рукоятки до ножки стула 50 50 51 Очевидно, первый выстрел предназначался ей У Шарымова тяжелое ранение в голову В нее он не попал У нее сердечный приступ Так, от рукоятки до ножки стула 28 Врач пока не разрешает с ней разговаривать Разрешите, товарищ полковник, замерить Сейчас, Ванечка, подожди Так От ствола до входной двери Игорь Васильевич А ведь выходит предъявление много пораньше Всего этого могло бы и не быть Пригласите врача От ствола пистолета до холодильника 187 Колька Смиченко Здравствуйте Здравствуйте Слушаю вас Как чувствует себя Вера Сергеевна? Уже лучше Ну давай дальше Я могу к ней пройти? Пожалуйста Нина Васильевна, к вам А как же Верочка? А, ничего, ничего Пожалуйста, садитесь Какое несчастье Женя Как-то Не знаю Скажите Он ведь будет жить Тяжелый случай Нина Васильевна, позволите мне спросить у вас Да-да, конечно 25 июня Шарымов был дома? Он вернулся из командировки А Верочки нет Сами понимаете, все так неожиданно Он звонил своему капитану Узнать адрес какой-то дачи Куда якобы уехала Верочка Она была у мамы Я это точно знаю Она мне вчера звонила вечером Ну а что делал Шарымов после звонка? Уехал Но куда не знаю Простите Откуда у вас вот этот вот зонтик? Зонтик Зонтик Позвольте, я посмотрю Это ей Женя подарю Пожалуйста Он еще в прошлом году купил два Один мне, а другую Нине Васильевне подарил И вообще, чтобы к ней привязались Это нормальный хороший человек, между прочим Верочка Пустите меня Пустите меня Я прекрасно себя чувствую, чтобы говорить с этим человеком Верочка Вы знаете, действительно Женя подарил мне зонтик Мы на самом деле очень дружим с Верочкой Зачем вы сюда пришли? Вы не поверите Вы хотите что знать, да? Хотите, чтобы зло было наказано Справедливость восторжествовала, да? Ну так идите Идите, читайте наши письма Ройте в нашей жизни Вера Прекрати Товарищ полковник, вас к телефону Найди его и привези в управление Здравствуйте Привет Вы из этого дома? Да Мне нужен Симаков Вадим Иосифович Из сороковой квартиры Вадька Симаков? Да Видите ли, дом поставлен на капитальный ремонт И все приехали на новые квартиры Сегодня отправились последним Вадька Симаков тоже минут двадцать А куда? А, не знаю А мы тут сидим, ждем, когда за нами приедут Да вы узнаете в доме управления Хорошо, спасибо Эй, постойте Здесь короче путь, я вас провожу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Хорошо Тебе я скажу Все эти годы Я шел ровно и точно по графику Мы все с тобой подчинили одному Как я только становлюсь капитаном Я развожусь и мы женимся И вот, наконец, в пароходстве есть для меня должность Капитана Я должен ее взять Но Дальше все как в сказке Мой шеф отказывает мне В чем? Подписи Под моей хорошей характеристикой Почему, спрашиваю я Да потому, говорит, что ты плохой, Юра Где же ваши хорошие? Пятнадцать лет Мои службы около вас Вы не замечали Что я плохой А тут вдруг Заметили? Какой черт Пятнадцать лет гнул на него спину Ну ладно Где логика? Нет, говорит он Ты не понял меня Тебе еще рано быть капитаном Поплавай годик-полтора Поправь характер Ну, а там видно будет И вот тут я его понял Характер мой его беспокоит Нет Он меня испугался потерять Ты себе представить не можешь Какие он мне иногда давал поручения Да Испугался Решил остановить Но поздно У меня другого выхода не было Как взять бумагу И написать обо всем О нем И о всех На кого он может опереться в этой войне Всю правду А если проверят? Я кажется, что это ложь Это невозможно установить точно Я буду говорить свое, а не свое Кому поверят? Конечно, я уйду с этого судна Но как? Без его подписи Но с характеристикой Честного, принципиального И пусть они попробуют мне отказать в должности Я тебя не понимаю И я тебя не понимаю Не понимаю Для кого же это все делается? Это тебе Что? Хорошо? Жизнь, милая моя Это большой универсальный магазин На прилавках все На складах больше, чем все Есть деньги Купишь Есть связи Достанешь Ну а если нет Ни денег, ни связей Остается украсть Или взять силой Вот мы и возьмем Силой Вера, постой, подожди Эй, 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 махтик Да, подожди Ну-ка иди сюда Постой минуту, подожди Иди сюда, посмотри Ну что ты здесь увидел? Ну что, ты не видишь, что ты расцарапался? Да ни черта здесь нет Ну что ты делаешь? Ну, ребят, ну что у нас? Ну смотри, ну смотри, как ты едешь Гори! Гори! Тихо, здесь делать на три рубля Теперь тебе дорого Это тебе на три рубля У нас же машина, знаешь, какая Здесь ремонт Ну ладно, все, все Ну ладно, все, тихо, ребят Сколько надо? Червонец Ну хотя бы червонец Да вы что, обалдели, что ли? Червонец Здесь все работают на три минуты Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну подбегаю, дверцу дергаю, она не открывается, заклинило значит Посмотрел сквозь стекло, оно заляпано, масло, кровь, грязь Ну, разбил Вот Потом машина загорелась А водитель был мертв, это я точно знаю Глаза застекленели Так ведь? А чем вы разбили стекло? Камнем Поднял Вулыжник и ударю А потом? Ну Вспоминайте, вспоминайте Ну, куда в деле камень? Вот Разбил Упал, наверное, машину Ну Я изнутри пытался открыть Дверцу, ну, от стекло порезался Ну, в общем, это не имеет значения Да нет Имеет значение Дайте ему бумагу, пусть напишет показания Поподробнее В приемной, не здесь Ну, а Вы могли бы Узнать этот камень? Ну, наверное Такой Увесистый На, попробуй Скажите, Симаков А почему все-таки Скрылись с места происшествия? Ну, а Ну, а чего ввязываться-то? Протоколы, допросы Там, милиция У меня дел под завязку Я Квартиру Получил Переезжать надо Квартиру На Квартиру Квартиру Пау Субтитры создавал DimaTorzok